Меня зовут Настя Мельникова, мне 19 лет, я являюсь студенткой Хамбер-колледжа программы Behavioral Science. Я начала свою учебу в сентябре 2020 года и сейчас являюсь второкурсницей. На самом деле никогда не было моей финальной целью учиться именно в Канаде. Я просто рассматривала обучение за рубежом, рассматривала ряд стран, таких как Швейцария, Англия, Австралия, Новой Зеландия и Канада. Я просто выбирала специальность и отталкивалась от того, какие институты, колледжи и университеты предлагают программы, где бы я смогла себя найти, где будет лучше. И Канада заинтересовала возможностями, перспективами в карьерном плане и возможностями. На самом деле никогда не думала о том, чтобы учиться именно конкретно в Хамбере. Просто именно Хамбер имел самую привлекательную для меня программу и именно специальность. Профессорский состав я смотрела и гуглила профессоров. Меня заинтересовали то, какие книги они написали, какие конференции вели. Также смотрела возможные курсы и лекции, которые можно брать. И в Хамбере был самый широкий выбор. У меня есть любимый предмет — это прикладной поведенческий анализ. Смысл этого предмета заключается в том, что нам с научной точки зрения рассказывают, что такое человеческое поведение. Что это такое, как на него влиять, как его можно описывать, как его можно измерять, как его можно уменьшать или увеличивать в численном формате. То есть это в основном поведение детей, подростков, социально важное поведение у людей с различными отклонениями. Это очень интересно, это очень сложно, много терминологии. И есть два различных уровня. Я уже на втором начала изучать в сентябре и продолжила. В этом уже новом сентябре 2021 года. Интересно, шикарно, сложно. Я ехала именно за хорошим образованием, и от профессоров тут я в восторге. То, насколько они заинтересованы в учениках, чтобы у нас не было никаких вопросов. Они стараются максимально интерактивно вести лекции и домашние задания, чтобы наши здания были практическими и применимыми к жизни. И очень нравится, насколько Хамбер заинтересован и в ментальном, и в психологическом здоровье студентов. Я разговаривала с своими нагруппниками, они упоминали несколько раз горячую линию поддержки. И различные психологические группы, которые они посещали, меня это удивило. Я ничего еще из этого не пробовала, но я пробовала различные йоги и фитнес-возможности. Это, допустим, были онлайн-лекции, уроки весной 2020 года, а сейчас я посещаю активно спортзал, который есть у Лейкшора. С самого начала учебы меня заворожило, насколько люди тут не стесняются своего возраста. Например, моя группа имеет средний возраст 25-30 лет. Сначала меня это очень пугало. Мне казалось, что у этих людей явно больше опыта в нашей профессии будущей, у них больше какого-то, возможно, учебного бэкграунда, и я явно им проигрываю. Но со временем я поняла, что эти люди не обременяются какими-то рамками общества. Они не боятся того, о чем, возможно, в России стесняются говорить, о каких-то своих предыдущих ошибках или неудачах в профессиональной сфере. И меня это покорило. То есть даже если мне будет 30 лет, и я смогу снова пойти учиться, никто на меня косо не посмотрит. Я в основном познакомилась только со своими нагруппниками. За два этих месяца я не успела полностью влиться еще в студенческую жизнь. В основном мы одногруппники из Эквадора, Соединенных Штатов и Канады очень много. В основном вместе мы только учимся, потому что все работают, и как такового свободного времени не имеется много у всех. Поэтому предпочитаю проводить свое время свободное одна. Находясь на другом материке, я очень сильно поняла ценность семьи, родителей в частности. Когда ты находишься рядом со своей семьей, ты не понимаешь, насколько это важно, чтобы тебя порой обняли, поцеловали, сказали, что все будет хорошо. Пускай больше всего по семье, по родственникам, по друзьям, потому что близких друзей еще пока не нашла, и этого не хватает очень сильно. Я снимаю квартиру недалеко от своего кампуса. Я решила, что это самый удобный вариант, поскольку и хоместей, и резиденция имеют свои минусы, и несомненно плюсы, но мне хотелось независимости, какой-то свободы в действиях, передвижениях, а все же пребывание в семье и в резиденции ограничивает студента. Я решила, что съем будет самым простым вариантом. На самом деле очень много трудностей было, но я рада, что именно его выбрала. Это отличается сильно, конечно же, от пребывания дома. Какие-то взрослые проблемы разом навалились. Например, покупка мебели и ее сборка, это было сложно. Различные бумаги, документы, договора — это все серьезные проблемы, но решаются. На будущее мне бы хотелось посетить, возможно, Монреаль или Оттаву, немного увидеть Канаду. И с более приземленных планов мне бы хотелось найти подработку, чтобы немного разбавить свою учебную жизнь, поскольку учебы много, и я думаю, что работа именно сможет дать мне какой-то новый виток развития как личности. На самом деле очень сложно дать какой-то дельно конкретный совет, который бы был полезен для всех, но в целом и в общем я могу посоветовать людям, которые хотят поступать в Канаду, смотреть видео людей, которые уже поступили или уже закончили университет, которые имеют какой-то опыт, встречались с какими-то трудностями. Просто даже слушая их, вы поймете, готовы ли вы с ними бороться, встречаться с трудностями на вашем пути, или это не для вас, чтобы быть готовыми и не бояться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok